пока там в корее две кореи проходят под объединенным под объединенными знаменами у нас в россии дети расстреливают друг друга в школах в дагестане проводится спецоперация сбит правда не в россии но тем не менее сбит наш летчик вот там праздник а у нас все как всегда это альтернативные вести недели или как я называю анти киселевская но киселев как вы видите присутствует все таки на экране поехали 7 самых ключевых событий недели напоминаю вам соцсети то есть я обсуждаем принудительное посещение акции акции россии в моем сердце воронежа сотрудники сотрудников местных предприятий заставили прийти свой законный выходной на митинг в принудительном порядке под угрозой увольнения самая масштабная акция прошла в грозном по данным регионального мвд в ней приняло участие более 170 тысяч человек как заявил председатель федерации профсоюзов чечни хусейн салтагириев мы выражаем свой протест против необоснованных и непонятных санкций в отношении российской федерации наша страна всегда будет за мир и мы вспоминаем героев сталинградской битвы что касается санкций то тут все как раз понятно это расплата персональная расплата за крым за донбасс за сирию наша страна будет за мир но тогда почему хусейн ваших людей из течни мы находим на донбассе как мертвых так и воюющих и в сирии то тоже они там не в качестве туристов находится мягко говоря не с рогатками там по сирийским пустыням путешествуют что касается же сталинграда то это преподнесся как на грандиозный успех действительно соглашусь это успех красной армии но я напоминаю вам сам что почему вообще сталинградская битва произошла только кстати говоря в этой битве погибло 2 миллиона человек еще раз 2 миллиона советских граждан погибло в сталинграде я фашистов и не считаю за за граждан да как же это получилось да очень просто вот как раз советское командование в 1942 году провалил наступление на харьков в результате чего гитлеру удалось удержать не только харьков но и занять ростов и следующая цель у него была как раз сталинград чтобы потом выйти к баку к нефтяным промыслом сср на юге наступление развивалось настолько стремительно и катастрофично для красной армии что из сталинграда эвакуировали только обл из полком в главе с хрущевом там не только не его не эвакуировали местных жителей но и даже городской комитет не был переправлен на другой берег волги вот она горькая правда гордиться надо теми людьми кто выставил и победил не забывая при этом рассказывать о том почему вермахт там оказался в сталинграде и почему наступление на харьков было провалено это конечно же грандиозная битва и конечно же я соглашусь грандиозная победа но наши сми преподносит это так как будто вот была победа в сталинграде допускай ценой страшной но была победа действительно это была победа но что происходило перед этим это же вообще ужас ужас миллионы людей погибли в этих котлах аминский котел до киевский котел но в общем вы знаете что я вам буду перечислять ура патриотизм здесь не уместен а нам втирают что прошлое наше велико ну соглашусь прошлое то наше велико даже соглашусь но где же то советское 100 советская да совета советская светлое будущее которое строила наша власть после войны наши отцы и деды прадеды его этого светлого будущего нет а миллионы трупов есть тоже касается данного митинга то он должен то он нужен как ответ навальному с его забастовкой избирателей скрестили поддержку спортсменов на олимпиаде европейских играх и сталинград а если наши не получат ни одной золотой медали а кстати на момент записи программы так она есть ни одной золотой медали или вообще медали что тогда получается проиграли войну фашистам в мог получается так вообще то что заставляют и приглуждают собираться на митинги и конечно это не новость это не новость моя мать учительница и саму ее в 2006 году принуждали нет не на митинг выходить а принуждали идти по домам и агитировать были выборы в парламент в государственную думу и заставляли агитировать за единую россию голосовать ну чем это закончилось мы все прекрасно понимаем тем что ну четвертый год россияне терпят россияне становится беднее давайте дальше пойдем воскресенье это вам за пацанов стали известны последние слова пилота су-25 давшего отпор террористам су-25 был сбит накануне в районе сирийского идлипа честно говоря не думал что наше командование повторит ошибку американских генералов сомали но так и вышло и так и напоминает что происходило в сомали в 1993 году американские военные посылают отряд дельта на вертолетах чтобы задержать тамошнего полевого командира но вертолеты засекает отряд дельта попадает под обстрел в результате чего одна из вертушек падает и американская команда ничего умнее не придумывает чем послать вторую вертушку по такому же маршруту и естественно сбивают и его а тут произошло нечто подобное когда нам помните показали за день до сбития сушки как один из российских штурмовиков уходит из под обстрела джихад джихад аэнусры в длибе и понятно что данная группировка располагала зенитными установками которые вполне могли сбивать наши штурмовики что в итоге и было сделано на следующий день но виновата в этой трагедии не только команды не вкс сирии после данного инцидента появилась информация что сирийский спецназ вошел в длиб чтобы попытаться спасти нашего летчика алё ребят наших летчиков должен спасать наш же спецназ а раз он не справился грошится на такому отряду спасения один из магазинов для как у сбитого летчика был опустошен то есть на момент падения он не только оставался жив но он еще и отстреливался то есть у спецназа в кс гору или что там было достаточно времени чтобы попытаться его спасти но тщетно сообщается что джебхат аль-нусра в том районе современные пзрк и это ребята афган 2.0 помните да у советской армии было шикарное превосходство в воздухе пока не у пока у муджахидов не появилась современные на тот момент американские стингеры из пакистана что позволило им де-факто выиграть войну у советского союза за их же афганистан наверное точно так же и будет безусловно в сирии потому что как заявил григорий алексеевич явлинский лидер партии яблоко нам там делать нечего с точки зрения наших интересов абсолютно с ним согласен а все те кто уверял что сирия это не афган 2.0 посрамлены самым фактом сбите из современного пазрка нашей сушки и гибели пилота а то что даже не смогли наши военные доставить его тело на родину а пришлось обращаться за помощь к турции но это все не красит эта история не нашу армию не красит не путина не красит жаль пилота конечно да понятно какие же мрази вот правда рабу но не справился спецназ спецназ блин не справился ну идем дальше сми узнали о новых требованиях бизнеса к разработчикам пакета яровой бизнесмены заверили что требования власти по хранению данных на серверах придет к росту тарифов сейчас всех подключайте все вот смотрите приводите своих родственников знакомых и вот к этому моменту моего видео все примкните потому что потому что скоро а это произойдет всего лишь навсего уже по через парочку мест через парочку месяцев тарифы на сотовую связь интернет повысится внимание на 90 процентов на 90 вот я плачу 900 рублей за интернет в месяц умножайте 900 рублей прибавляйте прошу прощения 900 рублей на 90 процентов будет 1710 рублей яровая ты охренела ты никчемный тупорылый депутат ты позволишь государственную думу но думаете пострадают только такие блогеры ну как я например ошибаетесь ведь хранение данных должно быть и для компаний а это например ржд лукойл то есть дети ждите россияне повышение цен на билеты и на бензин но это скорее всего пройдет после чемпионата мира по футболу мало этого связи с то уверяются сейчас нет подходящего оборудования и реализации требования пакета яровой еще раз нет подходящего старине оборудования для реализceğiz федерального закона госуда с той дума как как можно было прописать закон для которого нет подходящего оборудования ну не стыдно ли тебе ира не стыдно ли тебе в этой связи российский союз промышленников и предпринимателей так называемый профсоюз олигархов предлагает сократить сроки и объем хранимой информации исключить из-под действия закона трафика выделяемых сетей связи и сетей специального назначения а также корпоративных сетей, а реализовать закон поэтапно, по географическому принципу до 2022 года, то есть мало того, что нет подходящего оборудования для реализации этого закона так он еще не будет реализован по географическому принципу нашей страны дебилизм, дебилизм тупоризм депутатов зашкаливает за все возможные пределы, хотя среди них есть достойные депутаты, конечно же это, например, Михаил Дегтярев очень грамотный депутат но с моей точки зрения, Рашкин у коммунистов весьма порядочный и честный человек, ну не Ирина Яровая это уж точно а что касается самого закона, то для обеспечения безопасности и так ФСБ прослушивает всех кому не лень так надо да, кстати Иоанн Бешникам законопроект о прослушке не помог предотвратить теракт в Бостоне ваш закон Ирина Александровна не пойдет на пользу безопасности он пойдет на пользу социального протеста я, кстати говоря вот удивляюсь там Навальный выводит на митинги много многотысячные толпу народа но там проводят где-нибудь ну, к примеру к примеру на Тверской там или там на Ленинградской к примеру я не говорю, что прям там проводят но к примеру а почему-то он не проводит митинга около Государственной Думы около ну, около Кремля там Мальцев помните, да 5 ноября митинг проводил но вот почему не проводится широкомасштабного протеста около Государственной Думы ведь там принимаются такие законопроекты которые непродуманные непросчитанные и наносят вред нашему государству да, кстати Ирина Александровна ваш пакет угробит весь рынок связей в Российской Федерации Ирина вы, как я уже говорил тупой и никчемный депутат признайте это я сочувствую жителям Дальнего Востока которые голосовали за вас одно радует меня что закон вступит в силу с 1 октября как я уже сказал после проведения чемпионата мира по футболу и у нас есть еще время наслаждаться относительно дешевым интернетом и сотовой связью удар по Воронежу наглядный в Кремле отказались считать кризисным ситуацию с дагестанскими чиновниками тема недели безусловно она я думал что тема недели сбитый летчик в Сирии но нет 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 Дагестан всех перебил в Кремле отказались считать кризисным ситуациям с дагестанскими чиновниками там совсем недавно задержали по подтверждению во взятки и растрате госсредств на те же цели в Рио председателя правительства Дагестана Абдухамеда Гамидова два его заместителя Шамиля Исаева и Родиона Юсуфова а также министра образования Шакбас Шахова и мы теперь понимаем конечно же что вот те 100 балльники по ЕГЭ не только из Дагестана не только из Дагестана и из Чечни ну понятно каким путем получили свои 100 баллов мягко говоря нечестным путем и тупизм наших властей тут наглядно показывает то что они принимали и как помните под каким соусом под соусом борьбы с коррупцией а ее не только не стало меньше а на Кавказе ее стало в два раза больше в сфере образования и еще есть там момент связанный с единым государственным экзаменом такой щекотливый то что не доверяет как бы вот вы учились там 11 лет при одних и тех же учителей а в одной и той же школе ну может что-то меньше но тем не менее прошло время а решающий итоговый зачет который позволит вам получить диплом об окончании школы вы сдаете в другой школе то есть власть не доверяет учителя власть не доверяет учителя а учителя это же основа основа фундамент любого государства потому что если ты херово научишь то потом неучи принимают такие неграмотные законы а другие неучи такие неграмотные законы исполняют в результате это все приводит к нищете к росту безработицы и прочим прочим ужасающим последствиям но это мы отвлеклись что касается Дагестана тем временем в понедельник ври его главы Дагестана Владимир Васильев отправил в оставку все правительство Дагестана и призвал на помощь ему в роли премьер-министра Дагестана Артема Артема Дунова в российской политической культуре принято те или иные национальные республики назначать выходцев из этих самых национальных республик дабы не было бунта против федеральной власти а тут мы видим что Кремль отошел от этого негласного правила почему это очень простой тамошная элита в Дагестане насквозь прогнила коррупцией причем настолько что это видно вышло из-под контроля Москвы Дагестан это же пограничная регион и видно управление федеральной службы безопасности управление министерства внутренних дел и прочие управления были мягко говоря на стороне этих самых кланов но никак не на стороне Кремля а самое главное Кремль хочет сам контролировать эти самые коррупционные клановые схемы именно поэтому он поставил туда не просто человека который там не родился от человека из центрального аппарата единой России заметьте единой России а не ФСБ или МВД то есть мы понимаем что и они как не печально подручит поддались местным авторитетам ну что значит поддались принимали взятки откаты еще понятно мне что у Кремля перед глазами стоит пример соседней Чечни где вроде бы Кадыров заявляет что он пехотинец Путина готов выполнить любой его приказ но стоит Рамзану с чем-то или с кем-то не согласиться например с МВД Ставрополя как он заявляет что надо открывать огонь на поражение под тем силовикам которые не ставят его в известность о своем визите в Чеченскую республику ясное дело что Кремль то что творится в Чечне не хочет допустить в Дагестане то есть хочет контролировать Дагестан жестко тут и возникает стандартный вопрос а что Кремль не знал про высокопоставленных жуликов в Махачкале конечно же знал но доверял до поры до времени другому Рамзану Рамзану Абдулатипову и мы теперь понимаем за что его сняли с должности он не смог побороть коррупцию в своем регионе а снять его хватило силовых и прочих ресурсов в Кремле нежели чем снять Кадырова среда в Роскосмосе назвали хорошим трюком запуск Фалькона с Теслой дело в том что частные компании которые заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в бизнес для этого они устраивают разные промо-акции если вы заметили этот запуск он сопровождался не пустой болванкой автомобилем автомобилем сопровождения по-видимому есть на это свои причины заявил представитель Роскосмоса Игорь Буренков я с этим не спорю но вы заметили как ругает Илона Маска в России ну да пусть там у него парочку ракет сгорели и не вернулись на старт но где наши ракеты которые способны возвращаться назад про печальную судьбу Бурана вам не буду напоминать эта акция с автомобилем в космосе выглядит красиво по-голливудски но есть одна проблема а зачем и кому автомобиль нужен в космосе как мечтатель как космический шоумен Илона Маска прекрас а вот как бизнесмен ну скажем так для того чтобы космос был окупаемым надо сначала делать небо окупаемым то есть запустить в серию вот этот самый гибрид который у них и есть который они рекламировали гибрид самолета и автомобиля вот чтобы можно было когда гаишник например тормозит раз и подняться в воздух вот этот продукт будут действительно раскупать даже за большие деньги потому что на каждый квадрат земли повод для нарушителей не поставишь причем не важно а у гаишников вы понимаете они же финансируются из бюджета то есть у них не будет таких средств чтобы гоняться по воздуху за нарушителем и вот этот как раз гибрид самолета и автомобиля будут раскупать и не важно будет ли он электрический бензиновым или еще на каком-нибудь другом топливе но это проблема сильных мира сего а у нас что а у нас топят за собаку перед Рогозином и заявляют что это умные нанотехнологии а сам Рогозин заявляет что ракета на космодроне восточной перепутала сама стартовую площадку думала что она взлетает с Байконура возникает вопрос вот в советское время мало кто ну Байконур все я думаю знают но мало кто знал что есть помимо Байконура космодром в Плесецке секретные шахты для запуска ядерных ракет по Америке и когда проводились испытания ракет проводились как и на Байконуре так и скажем так в секретных уральских шахтах как и на космодроме Плесецка но советские инженеры никогда там начинку для ракеты не путали с другой начинкой для 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 ракеты так что так что все таки образование работало понятно что любая техническая вещь испытывает сначала трудности а потом становится великой и случай со SpaceX не исключение ракета Falcon сейчас самая мощная и запускаем их ракет она может переносить груз 18 самолетов 18 самолетов а что может Россия а сейчас Россия в космосе может только в балмитон играть с другими космонавтами мне вот интересно будет ли правительство США ну когда ракеты Falcon полностью доведут до ума заказывать SpaceX их чтобы выводить на орбиту свои научные и военные спутники и как отреагируют на это NASA Россия при том что Роскосмос формально вроде как частно-государственная компания но альтернативы и нашей стране нет и отчасти в этом корень всех проблем потому что если в Роскосмосе ракета потерпит фиаско то все равно она будет обеспечен Роскосмос государственным заказом а вот если же SpaceX потерпит неудачу то NASA выиграет конкуренцию а это уже согласитесь немножко две большие разницы как говорят в Одессе а вот сам же и NASA и SpaceX и Китайское космическое агентство будут что называется а вот если SpaceX Китайское космическое агентство NASA будут что называется на волне то нашему Роскосмосу хана ибо инвесторы будут вкладываться в то не будут как раз вкладываться в то что пока падает в Тихий океан да и никогда у нас не будет частных полностью частных космических агентств потому что сама суть приватизации космоса представляет уменьшение шубохранилищ некоторых чиновников в России четверг США связались с Россией при нанесении удара по правительственным силам в Сирии бой произошел в населенном пункте Хушам или Хушом ночью на четверг США и ее союзники нанесли удар по правительственным группировкам самолетами и артиллерии это был ответ на то что правительственные силы расстреливали также из артиллерии но еще из танков штаб сирийских демократических сил в котором находились военные инструкторы из Соединенных Штатах Путину на заметку тот что снаряды легли рядом со штабом и сразу же после этого был нанесен авиа они как в 2008 году когда ждали сутки как там наши миротворцы отстой как там они ждали сутки да когда расстреливали наших миротворцев а потом все таки пришли на помощь то есть жизни американских инструкторов были спасены теперь вспоминаем историю про наших инструкторов которые постоянно посылают без прикрытия даже без простенького АКМ если так можно выразиться а теперь на контракте армия США спасла своих армия России отомстила за смерть своего летчика согласитесь лучше спасать чем мстить за смерть а то что США связалась при нанесении авиаудара с Россией и Путин никак не отреагировал нам говорят о том что как бы Путин не заявлял о суверенитете он подчиняется коллипции возглавляемой Соединенными Штатами Америки заметили да когда американцы бьют по сирийцам или Турция по кудрам наши бравые вояки либо молчат либо бегут так что пятки сверкают я все жду когда США начнет бомбить Дамаск как они бомбили Афганистан назло всем рашистам не только Афганистан но и Багдад кстати говоря кстати говоря мира в Сирии Россия тоже не получится установить я же буду рассуждать я не буду рассуждать о том что сочинская конференция чем отличается от женевской но на сочинской конференции сама эмблема сочинской мирной конференции был сирийский флаг но у оппозиции к Асаду немного другой флаг он отличается тем что вместо красного цвета на нем зеленый заметили наверняка да и естественно когда эмблемой мирной конференции выбирается про правительственный флаг то это реально оппозиция не приедет потому что это конференция сторонников Асада потому что на эмблеме этой самой мирной конференции флаг правительственных сил Асада но никак не оппозиционеров тут конечно наш МИД Мария Захарова полностью сложала потому что если вы там сажаете две страны которые выражают друг с другом за стол переговоров то вы должны обеспечить как флаг одной из сторон ну то есть от правительства Асада то и другой стороны вот этой самой сирийской оппозиции вот этих вот самых сирийских демократических сил а наш МИД только на эмблеме с голубкой или с голубем неважно повесил флаг про правительственных сил тем самым подчеркивая ангажированность за кого наш МИД выступает никак не за так называемых сирийских демократов ну и главная причина это то что мы представляем ошибку Афганистана если вы вводите куда-то свои войска то вы должны контролировать всю страну вводите имеется ввиду если вы вводите имеется ввиду на длительный срок а мы что там контролируем ну-ка ну-ка только Хмеймим и Тартус два города в Сирии две базы и все в пиар войнах мы-то хороши но вот вы заметили что в кремлевских СМИ разобрали что в кремлевских СМИ никогда не разбираются военными экспертами ошибок нашего командования в Сирии нет Коротенков где у тебя полный разбор наших неудач в Сирии а неудачи при любой военной кампании не присутствует нету нету все в остальном сводится к тому что американка гадит и все тут какие эксперты такая вот и военная кампания наша в Сирии и пятница уже олимпиада уже она началась уже идет на момент записи программы у нас ни одной из медалей и так вот юристы КАС решили что процесс допуска россиян на олимпийские игры нельзя назвать несправедливым выездное подразделение КАС согласилось с тем что несмотря на то что процесс допуска россиян на игры со стороны МОК возможно не был совершенным но его недостатки не сделали его произвольным или несправедливым даже если они были полностью оправданы российские спортсмены другой комиссии КАС на прошлой неделе даже если российские спортсмены другой комиссии КАС на прошлой неделе были оправданы говорится в заявлении КАС в Каныне в Южной Корее сначала оправдывают 28 наших спортсменов а потом все равно им запрещают выступать на Олимпийских играх решение КАС решение МОК это асимметричный ответ Западных Стан помните мы говорили персональный ответ так вот это ответ всей стране это ответ всей стране на самом деле за все те же преступления за Донбасс за Сирию но это уже не ответ каким-то там чиновникам это уже ответ нам всем но потому что в России действительно много любителей спорта мы россияне любим спорт мы смотрим спорт я сам занимаюсь спортом футбол волейбол это для меня святые вещи так дальше будет только хуже будут остальные спортсменов не только от участия на олимпийских играх но и от любых чемпионатов мира и Европы по тем или иным видам спорта которые хоть мало майорские популярны на западе а создавать свои отдельные соревнования как ответ МОК конечно же можно но на них никто из зарубежных спорта не приедет или приедет не самый лучший но знаете как в танковом биатлоне когда мы там все выигрываем но выигрываем у кого у Анголы выигрываем у Сомали а страны которые реально обладают и хорошим ведением умением ведения боя и техникой это Израиль это отчасти Германия это Соединенные Штаты Америки к нам не приезжают и поэтому мы у всех выиграем то же самое может получится здесь я не знаю зачем такие соревнования нужны на которые не приедут самые сильнейшие спортсмены из-за сложного календаря из-за полной обструкции сборной России то есть помимо политической изоляции нас ждет еще и спортивная изоляция за все хорошее что натворила Россия что натворили мы в мире и это вполне возможно последняя олимпиада для наших спортсменов при Путине как ни печально нет не потому что он там сдохнет его там вынесут а просто потому что у нас сейчас предвыполненный период а иначе бы был бы введен полный бойкот на посещение олимпийских игр в Южной Корее потому что нашу делегацию не допустили шествовать с нашим же флагом но поскольку сейчас выборы выборы а вы знаете вы знаете что перед выборами авторитарных авторитарный лидер ему всегда выгодно любому авторитарному лидеру предстать в образе самого главного либерала либерала земли русской который вот и спортсменам дает возможность поехать на олимпийские игры и бизнесу дает развиваться и даже может там какие-нибудь уголовные дела простить кому-то срок скостить ну в общем все эти пиар-ходы нам лично мне знакомы что называется издревне в этой ситуации мне по-настоящему жаль Виктора Ана человека который не брали в сборную Южной Кореи и он отправился в Россию выиграть там в Сочи на золотую медаль но теперь ему светит пожизненный запрет на участие в олимпиаде так как он выбрал эту страну а кстати говоря почему это самое последнее олимпиаде при Путине я же вам не рассказал потому что вот когда пойдут выборы да что президент мог сказал Томас Бак если вы будете участвовать в играх но мы сами понимаем что пробирки могут подмешать могут наши подмешать могут подмешать там другие чтобы наших потом опять оклеветали но Путин сам может запретить участвовать в играх нашим спортсменам так что вот такая вот невеселенькая история с этой олимпиады президент который хочет отыграться за проигрыш в холодной войне у нас президент и я советую Виктору Ану 150 раз а и Виктор Ану 150 раз пожалел что выбрал Россию я ему советую немедленно выехать из нашей страны нет не потому что он меня о чем-то обидел нет он прекрасный человек но дело в том что не ровен тот час особенно конечно говоря я ведь смотрел передачу Славьевым иногда и не одну у нас скоро ведут смертную казнь а вы сами понимаете что когда ведут смертную казнь в России то будут расстреливать в основном не тех кто в чем-то провинился а просто всех подряд и Виктор Ана вполне могут но если не расстрелять то посадить то уж точно а за что найдут а за что найдут вот такие вот вот такие вот вести недели не грустные не радостные да и помните что мы все конечно же ждем ждем хотя бы одной золотой олимпийской медали на играх в Пенчанге но ю скорее всего не будет да есть хоккей в котором мы безусловно сильные но есть братья чемпионат мира а он максимально приближен к олимпийским играм которые проходил ну так год уже назад получается да там победили шведы там победили шведы канадцев безанхаеловцев а наших в финале даже и в помине не было смотреть ли олимпийские игры вам лично это вы сами решайте на этом все спасибо за внимание спасибо всем тем кто меня слушал до самого конца увидимся пока вот сейчас сейчас останавливаю